Всем привет, с вами Юля и канал Папероска РФ И сегодня у нас довольно-таки необычное видео Мы сегодня будем сравнивать разные виды ваты И узнаем, какая из них стоит своих денег Сегодня будем сравнивать Cotton Bacon 390 рублей Fiber Freaks 89 рублей Cotton Candy 99 рублей За вот такую маленькую упаковку И в качестве бюджетной ваты выступит Емельян Савостин По той же цене за вот такую большую упаковку Сегодня я проведу над ними различные тесты А также поделюсь своим мнением и впечатлениями от использования этой ваты Ну что ж, не будем затягивать и начнем с внешнего вида упаковок И того, как выглядит, собственно, сама вата Вот четыре экземпляра, которые будут сегодня у нас на тесте Как мне кажется, все четыре упаковки очень оригинальные А главное, функциональные У каждой упаковки есть зиплок Но упаковка-упаковка нас все-таки интересует, что находится внутри У Fiber Freaks, как мы видим, внутри находятся четыре такие пластинки Каждая из которых делится как минимум на четыре спирали У Cotton Bacon и у Емельяна Савостина примерно одинаковое количество Десять вот таких полосочек ваты Только здесь мы получаем 10 грамм ваты, а здесь пять Ну и Cotton Candy совсем скромно Всего две такие небольшие полосочки Что касается состава, опять же, начнем с Fiber Freaks В составе этой ваты целлюлоза Она несколько отличается от хлопка по своим качествам И даже очень синтетично похрустывает Прелесть целлюлозы по заявлению производителя заключается в том, что она начинает гореть при более высоких температурах Плюс, опять-таки, по заявлению производителя у нее лучшая смачиваемость Три остальных варианта представляют из себя стопроцентный хлопок Cotton Bacon, например, выделяется тем, что на ощупь он более жесткий Такое ощущение, что он более плотный и более волокнистый Ну и плюс производитель заявляет, что в отличие от предыдущей версии этой же ваты Он проводит жидкость на 33% быстрее Как мне кажется, Емельян Савостин – это обычная рыхлая вата Ничем примечательным не отличается Но в целом за свою стоимость это очень даже неплохо У Cotton Candy пока что никаких отличий от Емельяна Савостина, например, я не заметила Такая же обычная рыхленькая вата Но, возможно, при следующих тестах что-нибудь изменится А, ну и, конечно, все ваты приходят кристально чистыми И из упаковок нет никаких посторонних запахов Впрочем, это неудивительно Как я уже и сказала, у всех этих экземпляров очень хорошая упаковка И внутри нет никаких посторонних запахов Также очень круто, что мы подобрали такие разные варианты Можно будет сравнить более дорогую вату и более бюджетную Теперь переходим ко второму пункту сравнения Это впитываемость Так, все шутки про женские прокладки я уже забила Так что придумайте что-то свое Итак, для этого эксперимента мне понадобится 4 максимально одинаковых кусочка ваты Какая-нибудь яркая жидкость, в моем случае это тархун И секундомер Посмотрим, сколько жидкости впитает каждый кусочек ваты ровно за одну минуту Итак, что же мы выяснили в ходе этого эксперимента А именно то, что Емельян, Савостин и Файберфрикс впитали в себя больше всего жидкости Кстати, прошло еще полминуты и я заметила, что Файберфрикс и Коттон Бекон продолжают впитывать в себя жидкость А Емельян, Савостин и Коттон Кэнди так и лежат в луже своей жидкости Ну что ж, тест на впитываемость показал, что лидером является Файберфрикс А на втором месте идет Коттон Бекон Эти две ваты выиграли не только потому, что они впитали в себя большее количество жидкости Но также потому, что они смогли ее удержать в себе и постепенно распределять по всей вате А как мы знаем, при нагреве спирали жидкость имеет свойство еще больше разжижаться Поэтому, как мне кажется, эти две ваты покажут себя еще лучше С этим разобрались и переходим к следующему пункту сравнения Будем сжечь наших подопытных Этот тест будет довольно субъективным Конечно, мы могли бы запариться, провести его на термоконтроле, выставить определенную температуру Но мы решили провести его в более реальных условиях А именно, проведем тест в режиме варивата То есть, установим вату в дрипку и посмотрим, какая же из них быстрее вспыхнет Этот тест я проведу в формате баттла Первая пара Коттон Бекон и Файберфрикс Вата чувствует себя в спиралях довольно свободно Выставляю 20 ватт и замеряю, какая же быстрее загорится Судя по видео-повтору, Коттон Бекон загорелся все же чуть-чуть раньше Файберфрикс продержался чуточку дольше Заодно мы здесь видим, что из них натуральнее Потому что Коттон Бекон вспыхнул и выгорел весь А Файберфрикс еще оставил за собой вот такую неприятность Пришло время второй пары Это у нас Емельян Савостин и Коттон Кэнди Условия все те же Здесь у нас пошло все немного по другому сценарию Но Емельян Савостин прогорел чуть-чуть быстрее Теперь просто для общего понимания я сравню Файберфрикс и Коттон Кэнди Условия все те же Ну и опять же хлопок сгорел быстрее То есть в этом тесте Файберфрикс все-таки выигрывает Ну и последним посмотрим, как Прайм ведет себя против Савостина Ну и в итоге Савостин все-таки сгорел быстрее По результатам этого испытания выиграла целлюлоза Она ну на чуточку показала себя лучше, чем хлопок Ну а на втором месте, соответственно, хлопок Плюс-минус он весь горит одинаково Ну а теперь перейдем к еще одному немаловажному пункту сравнения Насколько сильно изменяется, или вернее сказать, набухает вата После того, как вы зальете ее жидкостью В этом тесте по аналогии с предыдущим я буду сравнивать 2 ваты сразу Я залью жидкость и посмотрим, насколько каждая из них будет деформироваться Ну что ж, по моим наблюдениям Файберфрикс практически не изменился в своих габаритах В отличие от Коттон Бекона, который все-таки немножечко разбух Ну и точно так же поступаем со второй парой Но тут, честно говоря, никаких отличий между двумя типами ваты не наблюдается Они обе просто чуть-чуть изменили свою форму По результатам этого испытания мы выяснили, что сильнее всего разбухает Коттон Бекон Затем идет Емельян Савостин и Коттон Кэнди Ну а последнее Файберфрикс Ну и, соответственно, резонно предположить, что для дрипки нам больше подойдет то, что сильнее распушается То есть Коттон Бекон Ну а для бачка, наоборот, то, что деформируется меньше всего То есть Файберфрикс Ну и в последнем пункте я расскажу о своих впечатлениях от парения каждого типа ваты Во-первых, хочу сказать, что никаких посторонних привкусов ни на одном типе ваты я не заметила Разве что вкус свежей ваты, когда вы ее только-только установили Второй момент – это смена одного вкуса на другой Например, когда вы меняете жидкость Здесь все типы ваты почему-то, кроме Емельяна Савостина, показали себя хорошо У Емельяна Савостина вкусы почему-то выпариваются дольше всего Третий пункт – это живучесть ваты Дольше всего у меня прожила целлюлоза Почему-то на ней жидкость, неважно, какую я парю, с подсластителями, с красителями На ней жидкость практически не оседает У хлопка с этим дела обстоят чуть-чуть похуже Но лучше всего из троицы показал себя Прайм Еще я заметила, что у рыхлых типов хлопка, например, Емельяна Савостина или Коттон Кэнди Есть один небольшой нюанс Если оставить жидкость вате на некоторое время, она начинает размокать И после этого быстро приходит негодность Так что легче ее просто поменять Ну что ж, вот я и провела свои испытания над этими видами ваты А также поделилась своим мнением Кстати, я уверена, что среди вас есть те, кто ими пользуется Так что делитесь своими отзывами в комментариях И я более чем уверена, что некоторым это будет очень полезно Ссылки на то, где купить эти ваты, я оставлю в описании И если это видео было вам полезно, то ставьте лайк Ну а с вами была Юля, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok